всем привет сегодня хочу вам показать самый простой способ как сделать антенну для телефона на каждый из вас тоже сталкивался с проблемой с плохим сигналом на телефоне плохая связь в удаленных местах от города принципе связь улучшается или же когда на поездке дальней приходится звонить то не везде уловит связь для этого можно сделать из простых вещей из подручных простых вещей эту антенну для этого нам понадобится простой обычный телевизионный кабель вот я вам показываю обычный можно приобрести в любом базаре нам понадобится нож моим кучу консервярский такой нож обычно чтобы кабель зачистить ну и изолента понадобится или же скотч мой ключ вот изолента есть тоже и также чтобы сделать экран вот такой я хочу сделать его из металлической баночки моем случае вот под пиво я нашел вот пустую тару хочу вырезать из нее хочу сделать пластинку для антенны кабель можно взять где-то 2 метра или 3 метра на ваше усмотрение метр стоит 110 деньги или 150 зависимости от места не вы будете покупать и нам также понадобится линейка или рулетка моем случае вот дома нашелся такая нашлась эта короля буду вид и мерить и нужно размеры буду отключать антенна сама получается у нас будет состоять из 2 квадратов вот таких квадратов и пластинки между пластиной и антенны будет расстояние 15 миллиметров то есть один сантиметр 5 миллиметров антенна но небольших размеров вы можете отсюда видеть то есть углы сама по 30,5 миллиметров сама пластина 112 миллиметров я думаю так может каждый сделать дома у себя такую антенну и чем она хороша на на маленьком размере то есть можно аккуратно собрать пакете куда положить сумку положить если ты куда-то выехал в горы куда-то вдали от города вдали от базовой станции то у тебя будет возможность всегда чтобы сделать эту антенну ближе к делу нам надо отмерить нужный размер получается если у нас она состоит из двух квадратов как здесь нарисовано то нам нужно эти все расстояние прибавить будет как двадцать четыре целых четыре четыре сантиметра четыре миллиметра здесь мы можем отмерить получается вот здесь получается вот это расстояние мне надо очистить экрана от внешней изоляции и оставить центральную жилу сейчас вам покажу в общем ребята вот как я ранее вот отметил получается вот не отмечено здесь до этого расстояния будет у меня двадцать четыре целых четыре сантиметров сейчас я очистил от внешней изоляции от экрана и оставлю только центральную жилу сейчас вам покажу так вот сейчас беру очищаем центральную как надо так очистить берем внутри сделаем вот ребята я получается наружную сторону убрал и оставил только центральную жилу вот это расстояние получается то четыре целых четыре сантиметра то есть то есть двести сорок четыре миллиметров вот сейчас буду согинать на 90 градусов и постараюсь сделать вот эти два квадрата это будет наша антенна получается сама та сторона осталась которого я его снял аккуратно вот она нам не нужна уже можно убрать сюда сторону нам нужно вот это сама вот этой только части вот получается я так рулетку поставил чтобы не было удобно и получается беру так проволоку включая три с половиной сантиметра беру так плоскогубцами зажимаем и гну на 90 градусов примерно так делаю еще дальше отмечаю три с половиной плоскогубцами здесь герой захвачиваю и опять гну на 90 градусов вот у нас получается смотрите вы можете видеть вот у нас получается первый квадрат получился сейчас еще второй такой же квадрат сделан как здесь на рисунке и потом сделаю экран вам покажу ребята может увидеть как его очистил получается вот центральные жилы провода согнул на 90 градусов каждый угол это 90 градусов расстояние между меня углами это 30 целых пять десятых миллиметров вот так вот согнул а вот внешнюю сторону вот этот минус экрана сейчас будем просто суда с этим соединять и все у нас считайте антенна готова теперь мы можем сделать пластинку экран и протестировать вот ребята получается это у каждого тоже весь дом даже если нет каждому что вы найти вот ребята итоговый результат получается антенна вот такой будет вот можете наблюдать обычный телевизионный провод который я очистил от внешней изоляции оставил центральную жилу отмерил нужные размеры получается еще раз хочу повторить между двумя углами расстояние будет от этого году это угла 30 целых пять десятых миллиметров каждый угол сок согнул на 90 градусов учатся вот здесь и получились такие два квадратика внешнюю сторону который убрал с внешней стороны изоляционный провод я присоединил сюда вот вы можете здесь видеть вот вот этот экран получается я взял от поклажки вот вот так вот выглядит вот посмотрите обычная тема каждый это может сделать из подручных средств данная тема будет ловить хорошо улучшить сигнал где будет плохо ловить скажем если вы на трассе где-то или за городом или каком-то ауле поселке то можно использовать данную антенну она будет лучше улучшить сигнал ваш по телефоне вот как ребята мы уже антенну сделали теперь нам осталось сделать репитер для телефона на данном листе мы можем увидеть что нам также нужен кабель ржи 6 коаксиальный кабель телевизионный ну и вот вы видите размеры 160 миллиметров нам нужно такой вот круг сделать и посередине оставить центральную жилу на расстоянии 10 миллиметров сейчас вам покажу как это сделать может каждый сделать из вас получается представка можно сказать для телефона и которые дальнейшем идет на антенну и усиливает ваш сигнал на телефоне вот опять же нужен будет такой же кабель получается мне надо также линейка или же рулетка в моем случае у меня рулетка здесь еще нам почистить здесь 10 сантиметров пусть здесь будет и дальше 16 вот коаксиальный кабель телевизионный обычный кабель а из него мы будем делать репитер для телефона приставка вот сейчас вам покажу наглядно как его можно сделать каждый из вас это может сделать на получается нужно будет вот такое колечко сделать сейчас я вам покажу размером можете здесь видеть так нам надо спирог кабель очистить так нам надо очистить кабель 10 сантиметров мы можем взять отсюда я уже отмерил сейчас мы очистим от внешней изоляции сейчас я кабель очищу от внешней изоляции вот я такой маленький надо сделал просто так провожу его так вот так вот имеет аккуратно до своей метки вот получается и вот так канцелярским ножом вот так просто маленький надрез сделал внешний изоляцию берем здесь это расстояние 10 сантиметров сейчас это ночная изоляция уберу так внешнюю изоляцию беру все убрали легко и просто очищаем внешняя крана набрать нам аккуратно очищаем убираем вот так убрали все тут все сторонку так убрали и берем здесь аккуратно проводим и вот так вот получается вот так очистил это вот это можно убрать вот у нас вот такая провоку осталось внешняя и наружная берем так наматываем аккуратненько вот у нас получилось теперь мы берем нам надо отметить вот это расстояние 16 сантиметр все почистили здесь вот здесь отметил отсюда до отсюда 16 сантиметров здесь середина у нас вот кабеля уже подготовил для репитера получается вот здесь очистил внешнюю изоляцию закрутил с центральной жилой отсюда до отсюда отметил 16 сантиметров и середина 8 здесь сейчас мы почистим еще сайтили сантиметр сюда отступим здесь мой внешнюю изоляцию 7 и сейчас вам покажу получается аккуратненько берем зачистим внешнюю изоляцию круговое движение вот так вот видите аккуратно один сантиметр сюда наступаем уже вот так внутри сделаю все убираем вот сейчас мы еще убрали вот теперь смотрите пока мы делаем вот вот и заворачиваем вот так круговыми вот так вот так вот смотрите ребят у нас такой круг получился вот вот как на этом рисунке вот смотрите вот вот ребята вот вот такой круг мы сделали репитета вот здесь мы соединили сейчас заизолируем вот здесь где поселения отметил 8 сюда на 5-5 миллиметров ступим и один сантиметр почистил я вот получается уже заранее отметил вот вот сейчас мы внешним берем так вот я убрал и сейчас еще уберу до центральных живых и будет готовый репитер все-таки подготовил репитер вот он так выглядит вот как на этом рисунке теперь это место заизолирую будет останется покажу результаты теперь вот это место сейчас заизолирую возьмем изоленту белую который ранее указал место заизолирую нужно вот ребята вот получается лепитер мы сделали теперь другой конец кабеля нам надо сделать обычную тену сейчас придется почистить внешнюю изоляцию и вставить получается вот так очистил я и теперь вот это сюда как видите на фото результат проделанной работы данную антенну вы можете использовать везде где плохой сигнал рекомендую вам советуйте своим близким родным всем удачи пока да Продолжение следует...